Вариант, который предлагает Центральный банк, рассматривается не только Центральным банком, рассматривается и государством, и, наверное, государство рассматривает более радикальный метод понуждения организации к соблюдению требований информационной безопасности и к сохранности персональных данных клиентов. Речь идет о формировании так называемых штрафов оборотных, когда компания выплачивает штраф, исходя из той прибыли, которую она получает. Это намного существеннее, это существеннее с точки зрения экономического побуждения и, наверное, более правильное, поскольку персональная ответственность, конечно, важна, но на самом деле все рассматривается гораздо шире. Персональная ответственность важна, но на самом деле обеспечение информационной безопасности — это комплексный вопрос, и в нем участвует достаточно большое количество персонала и руководителей отдельных подразделений. Поэтому, на мой взгляд, важнее, чтобы организация ощутила экономическое давление на себя в случае возникновения каких-то проблем, чтобы вот это экономическое давление правильно распределилось уже внутри компании. Могу сказать, что на сегодняшний момент практически весь спектр потребностей у заказчиков может быть удовлетворен теми решениями, которые производят российские компании, в том числе и компании, которые я представляю. Вместе с тем есть один из классов продуктов — это продукт так называемый NGFV, то есть Next Generation Firewall, который действительно был наиболее хорошо проработан у западных вендоров. Но здесь более шести компаний готовят свои решения, и я думаю, что здоровая конкуренция в этом вопросе, она только на руку потребителей позволит получить потребителю тот продукт, который действительно ему необходим, и самое главное — обеспечит нужный уровень информационной безопасности. Это очень большая проблема, прямо скажем. И решать ее приходится, начиная фактически со студенческой скамьи, когда ребята берем на стажировки и дотачиваем уже их умения и знания непосредственно в боевом опыте. Наверное, этот вопрос не сильно для нас актуален, поскольку мы сами являемся вендорами, и задачи по информационной безопасности мы решаем самостоятельно. Но если говорить о рынке целиком, то, скорее всего, для не очень больших компаний, которые не только ограничены в средствах с точки зрения финансов, но и с точки зрения персонала, логичным был бы переход на схему аутсорсинга в части информационной безопасности. Надо сказать, что такие услуги сейчас появляются, и это хорошо, но они должны сопровождаться и определенным контролем качества. Плюс, скорее всего, это потребует расширения услуг с точки зрения страхования остаточных рисков, что в комплексе даст уже хороший положительный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok